Здравствуйте, мои дорогие! С вами Светлана и канал Орец Позитивчика. И я сегодня готовлю вот такой вот вкусный домашний сыр. Что может быть вкуснее на завтрак бутерброда с домашним сыром? Когда вы знаете, сколько чего вы добавили. Он не содержит никаких красителей, ароматизаторов. Всё очень просто, натурально и вкусно. Оставайтесь со мной и пойдёмте готовить. Для этого мне понадобится 1 кг домашнего творога. И ни в коем случае в этом рецепте нельзя использовать творожный продукт или биотворог. Только творог, натуральный творог. И желательно купить домашний фермерский творожок. Здесь у меня ровно 1 кг. Я его немножко разотру. И добавляю 1 литр молока. Молоко лучше брать пожирнее. У меня тоже домашнее молоко. Всё это отправляю в творожку. И всё хорошенечко перемешиваю. Перемешиваем и разминаем в крупные комочки, чтобы таких вот явных больших комков не было. И вот эту смесь, протёртую, творог с молоком, отправляем на плиту. Нужно будет добиться такой консистенты, чтобы сыворотка полностью отделилась от молока. Всё, отправляю на плиту. И ставлю на огонь, довожу до кипения. И периодически помешиваем, чтобы сыворотка отделилась от молока. Вот вы видите, творог опадает, сыворотка вверху, видите? Периодически помешиваем её, чтобы ничего не подгорело. Как только эта смесь молока и творога начнёт закипать, сразу выключаем кастрюлю. Тем временем необходимо отделить белки от желтков. В нашем рецепте нам понадобятся только желтки от трёх яиц. А белки можете использовать для какого-нибудь десерта. Можете приготовить безе или нугу. У меня есть эти рецептики на моём канале. Зайдите, посмотрите. А если у вас наберётся 7-8 белков, то можно приготовить замечательный, вкусный ангельский бисквит, который готовится только на белках. Рецепт этого бисквита тоже есть у меня на канале. Теперь в желтки я добавляю соль и питьевую соду. Содой мне понадобится 1 чайная ложечка. У меня вот такие вот медные ложечки. Очень удобно использовать эти ложечки. Добавляю сюда и сразу в желтки добавляю 1,5 чайной ложки соли. Одна. И половинка. Всё перемешиваю. И отставляю в сторонку. Теперь я беру ещё одну кастрюльку. Отправляю сюда 100 грамм сливочного масла. И эту кастрюльку вместе со сливочным маслом ставлю на водяную баню. Необходимо добиться, чтобы масло полностью растаяло. И как только молочно-творожное масло начинает кипеть, я её снимаю. Дуршлаг ставлю на кастрюльку. А поверх дуршлага ложу молоко. И аккуратненько будем процеживать. Необходимо, чтобы вся сыворотка стекла. Сыворотку эту не выливайте. На ней можно приготовить прекрасные тоненькие блинчики. И скручиваем. И вот так вот необходимо подержать. Или желательно подвесить, чтобы стекла лишняя, сыворотка. Это недолго, буквально пару минут займёт. И тем временем, пока сыворотка стекает, масло на водяной бане растопилось, вернее. Я её сняла с водяной бани кастрюлю. Масло остыло до комнатной температуры. И теперь в масло я ввожу яйца с солью и питьевой содой. И всё перемешаем. И пока сыворотка стекает, теперь желтки вместе со сливочным маслом я ставлю на водяную баню. И необходимо помешивать, чтобы вот эта вот масса чуть-чуть посветлела и увеличилась в объёме. А вот я поставила желтки вместе со сливочным маслом на водяную баню. Смесь становится такая более жидкая. И не переставая помешивать, необходимо её прогреть хорошенечко. И вот я уже добавила в желтки творог. И теперь, не переставая помешивать, завариваем наш сыр. Интенсивно помешиваем. Варим до такого состояния, когда, мешая, сыр от кастрюли отделяется очень хорошо. Таким шариком собирается. Вот видите, всё. Теперь я эту кастрюлю снимаю с водяной бани и переходим работать на стол. И когда сырная масса сварится, вот такое вот оно консистенции должно быть, видите, очень тихучее, будем раскладывать сыр по формочкам. У меня вот такие обычные силиконовые формочки. И в них я буду раскладывать. Если у вас нет силиконовой формочки, можно использовать обычную формочку для выпечки. Круглой формы, квадратной. Можете вообще в пищевую плёнку свернуть и сделать в виде рулетика. Это уже на ваше усмотрение, как вам больше хочется сделать. Какой формы, вернее, вы хотите сделать, чтобы ваш сыр был. Видите, какой он тягучий. В этот сыр при желании можно добавить ароматизаторы. Это можно добавить укроп мелко нарезанный. Можно добавить мелко нарезанную петрушку. Можно добавить тмин. Можете добавить паприку. Видите, он быстро учит схватывать. И быстренько его разравниваем. Для этого можно смочить ложку в воде. И быстренько разровнять сыр по формочке. Потому что схватывается моментально. Потом я взвешу готовый продукт. Скажу, сколько у меня получилось самого сыра. Из одного литра молока и одного килограмма творога. Всё. Вот такой вот сыр получился у меня. Я ему дам полностью остыть при комнатной температуре. Когда сыр полностью остынет при комнатной температуре, необходимо отправить его в холодильник. Можете завернуть в пищевую прямку, чтобы он не заветривался. И здесь получается у вас два варианта его приготовления дальнейшего. Один вариант. Оставляете его просто в пищевые плёнки на 6-8 часов в холодильник. Тогда у вас будет мягкий. Такое подобие плавленого сыра. И если вы хотите, чтобы ваш сыр был более твёрдый, более плотный, то тогда под гнёт и от 12 часов до суток он должен простоять под гнётом. Тогда он станет более плотный, более плотный по консистенции и такой твёрдый. Как вам готовить, решайте сами. Вот, сыр застыл. А провёл он в холодильнике у меня уже 4-5 часов без пресса. Если вы хотите, чтобы сыр был более плотный, такой твёрдый, то тогда необходимо его было поставить под пресс и на 12 часов минимум отправить в холодильник. Ну, сейчас посмотрим, какой он. Вот, видите, он из формочки изымается хорошо. Достаточно такой твёрдый, плотненький. Но если был под прессом, был бы ещё плотнее. И посмотрим, какой он в нарезке. Видите, нарезать его можно достаточно тоненько. Вот такие вот кусочки получаются. Забыла сказать, что этот сыр можно есть сразу, как вы приготовите. Вот, он остыл полностью. И его уже можно кушать, но тогда он будет очень мягкий. Такой нежный, напоминающий плавленый сыр. Спасибо. Продолжение следует...